Куда идём мы с пяточком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о том, и нет, о нём. И нет, и нет, и да. А идём мы в наш клуб, где собираются машинки для гольфа, и все украшены на Рождество. Рождественское украшение. И будет парад, как всегда, по улицам. Помните, я вам показывала парад? Здесь машина для гольфа в Ричленде. Ну, там было тогда темно, а здесь, почему-то, назначено на 4 часа. И ещё светло. Ну что, сейчас почти никого нету, но ещё не 4 часа. Посмотрим, что же здесь будет. И будет ли что-то сегодня? Может, никто не приедет? Хотя я видела машинки, разукрашенные на улицах уже. Видите, люди ждут. Ну, а вот здесь в объявлениях написано, нарисовано, по какому маршруту парад поедет. По нашей улице, по-моему, тоже поедет, мне кажется. Ну, как я уже вам и говорила, что я показывала вам парад машинок для гольфа на День независимости, 4 июля, вот с этого же места. И показывала рождественский парад из Ричленда, штата Вашингтон, где мы когда-то жили. Вообще, это хорошая традиция. Происходит это там, где есть гольф, где люди играют в гольф, у кого есть такие машинки. И вот они наряжают на праздники и проезжают по улицам своего поселочка. Называется здесь поселочка, не поселочка, а сабдивижн. Ну, то есть своего поселочка, своей местности, где вот ты живешь, маленькой местности, в городке. Многие люди... Я, кстати, это видео от 4 июля, от Дня независимости, выложила на сайте нашего поселочка на Фейсбуке. И многие люди уже узнавали и спрашивали, а ты снова закачаешь на Фейсбук? Я говорю, ну, конечно, увидите. Вообще, конечно, интересно. Я знаю, что многие люди давно готовились к этому. Когда мы приехали из нашего путешествия, я бегаю и на велосипеде езжу по многим улицам и уже видела, что люди готовили или уже машинки стояли приготовленные для Рождества. Многие даже ездили по городу уже с разукрашенными машинками. Ну, а вот здесь вот девушка раздает конфеты. Спросила, хочу ли я конфетку. Ну, я вежливо отказалась. Будем так говорить. вообще, конечно, это создает хорошее настроение, рождественское настроение. Вот посмотрите, как разукрашена эта машинка. Ее владелец, Том, говорит, я вообще-то все это купил, ты не поверишь. Говорит, я все это купил в одном магазине. Зашел в один магазин, но он назвал название, и купил все там. Ну, и он, конечно, у него получилось здесь, как говорится, сборная солянка. Он разукрасил так, чтобы было много. Ну, наверное, это красиво, да? Денег потратил прилично, я так понимаю. Но вот он решил создать себе такое хорошее настроение. И я думаю, что у него это получилось. Кто-то разукрасил меньше, кто-то разукрасил больше. Я вам уже говорила, что в нашем поселочке очень много людей из Северных Штатов. Вот, это из штата Мишиган. И вы знаете, что много людей из Канады здесь. Конечно, люди сохраняют все эти украшения до следующего года. Это, естественно, подкупают новые, особенно, когда после Рождества, после Рождественских праздников проходит распродажа, и все это продается за копейки. Люди покупают и сохраняют до следующего года. очень жаль, что назначено было на раннее время, на 4 часа. Вот эти люди говорят, да не снимай ты нас, у нас никаких украшений-то почти нет. Я говорю, ну как же, вот посмотрите, снеговик-то стоит. А тут даже собачки разукрашенные. Собачки с такими, с фламинго на голове. Ну, почему фламинго? Я не знаю. Может быть, эта женщина любит фламинго? И поэтому она разукрасила вентараси. А вот эта вот машинка даже такую услугу предоставляет до Северного полюса, они за 5 центов довезут. Это экспресс. Так что и 4367 миль написано, что до Северного полюса. Так что вот так вот можно доехать за 5 центов. И собака собака очень хотелось полаять. Ну, очень хотелось, хотя я не разрешал. Но ей хотелось на меня залаять за то, что я снимаю. Они говорят, она не привыкла к камере. Ну, наверное, конечно. Это понятно. Посмотрите, ну, это же просто здорово. А вот эти вот снеговички меня просто меня просто умилили. И там музыка играет. И снеговички танцуют, так сказать. Вообще люди подъезжали, оказывается, было назначено не на 4, а на 4,50. Джерри Джерри. Только по-разному буквы. Джей и энд джи. Но у них имена одинаковые. Джерри и Джерри. Мужское и женское имя произносится одинаково, но с различными буквами впереди. А я говорю, а я вас, ребята, помню, когда на День Независимости снимала, они были в машинке, тоже сидели, и сейчас они здесь. Ну и вот, наверное, олень тянет эту машинку. Не на батареях она едет. Все очень радостные, все очень доброжелательные, что я уже отмечала и в прошлый раз, но у всех такое хорошее настроение, и все рады этому празднику, все рады возможности что-то сделать приятное для людей, проехаться по улицам, потому что когда они проезжают по улицам, люди стоят на улицах и машут, снимают на видео, приветствуют. Вообще, конечно, нужно быть и креативным человеком, чтобы все это вот, чтобы украсить все это. А это просто сама машинка красивая, как мне показалось. Украшена то не очень, но сама машинка красивая для гольфа. Ну и было очень много машин. Я видела номер 33, другого больше не видела, просто проезжал мимо 33. Значит, где-то между 30 и 40 машинками было здесь, собрались на парад. Ну и вот парад начинается, все поехали. Ну и, конечно, как же обойтись без тех, кто смотрит, да? Вот люди сидят и смотрят, машут руками, кричат Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas! Мэри Крисмас! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok